Рост детской преступности за предыдущие два года, по данным МВД, увеличился почти вдвое. Одной из причин этого гражданские активисты видят в бесконтрольном доступе глобальной сети молодого поколения. Учитывая тот факт, что население Кыргызстана в возрасте до 18 лет составляет более 40% от общего количества граждан, общественники призывают в срочном порядке принимать меры по защите несовершеннолетних от вредоносной информации. С таким обращением год назад они обратились к депутатам парламента. Предлагается, в частности, делить контент для взрослых и для детей. Законопроект предусматривает маркировку. Статьи 7, 8, 9, 10, 11 они как раз и предусматривают маркировку. Ответственность за маркировку до оборота информации в сети, будь то в средствах массовой информации, и все ответственность за информацию будет нести производитель информационных контентов и так далее. Маркировку будут проводить они сами, самостоятельно. То есть это будет меняться к производителям информационной продукции. В пользу принятия закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию, в прошлом году было собрано около 30 тысяч подписей. В феврале прошлого года поддержавшие инициативу парламентарии внесли проект на общественное обсуждение. Инициаторов сразу же заподозрили в том, что действие законопроекта отразится не только на детях. Некоторые эксперты усмотрели в этом попытку ограничить свободу убеждений и их выражения. Что согласно закону нашего проекта написано, что несет определенные риски демократическим ценностям правового государства и свободу убеждений. Мы говорим о несовершеннолетних детях. Я понимаю какое-то опасение вот этих интернет-сайтов и все такое прочее. Но я считаю, что если они все-таки имеют гражданскую позицию в отношении воспитания нашего подрастающего поколения, они действительно наше будущее, мы не должны просто позволять детям от недопонимания вот действительно ценностей, которые они впитывают, мы не должны позволять и не давать этой возможности. Медиа-эксперты заявили о том, что воспитание детей – это зона ответственности их родителей, а предлагаемый законопроект может привести к коллапсу медиа-индустрии. Для регулирования распространения информации, наносящей вред здоровью подростков, предлагается создание уполномоченного органа, а также проведение экспертизы информационных продуктов. Без заключения того органа, по словам экспертов, распространять какую-то информацию станет невозможным. По действия законы подпадают публикации, которые могут побудить детей к совершению действий, опасных для жизни, в том числе к употреблению наркотиков, табака и алкоголя, к участию в азартных играх, занятию проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. Эксперты заявляют о том, что закон дублирует уже действующее законодательство в сфере масс-медиа. Есть перечень информации, которую недопустимо распространять в средствах массовой информации, на телевидении и радиовещании, ту информацию, которая может нанести негативное воздействие на несовершеннолетних, та информация, которая в себе содержит какие-то сцены насилия и так далее. Соответственно, здесь вопрос ответственности средств массовой информации, он уже прописан действующим законодательством. И в свете этого не совсем нам видится, что принятие этого законопроекта может помочь достигнуть поставленной цели. По словам IT-специалистов, ограничить доступ к определенной информации несовершеннолетним в национальном масштабе – сложная, но выполнимая задача. Родительский контроль за тем, что смотрят в сети их дети, существует уже давно почти в любом браузере. Сейчас-то ведь идет через оптоволоконный кабель, идет доступ к информации. Мы должны рассматривать проекты, чтобы спутниковый был интернет. То есть, если мы сейчас вот это ограничим, а если спутниковый интернет будет, тогда как ограничивать? Это тоже вопрос. Провайдеры вот это тоже ограничат, конечно, они тоже будут пытаться это ограничивать, но все равно кто-то будет все равно находить это что. Но если, допустим, все зависит от того, какие наказания будут, если, допустим, он не успел перекрыть. Если он закрыл сегодня одно, а тут же через минуту открылось другое, тогда как вот это рассматривать? В принципе, конечно, это возможно. Ну, хотя бы, может быть, и какое-то ограничение, сокращение, это можно сделать. С учетом замечаний, закон был отозван на доработку. Как ожидается, окончательный вариант на рассмотрение профильного комитета будет представлен в начале следующего месяца. Будет, Сайф, Роматман Беталиев, НТС.